Сегодня пройдемся по шапке в Кандинском. Не то, чтобы по ней было много вопросов, но там зато много изменений. Значит, если вы авторизованы на сайте в качестве администратора, у вас наверху есть вот такая панель. И в ней кнопка настроить. Это кастомайзер. Изначально кастомайзеры были достаточно скудными и большую часть проблем приходилось решать в административной панели. Ну теперь почти все, что связано с оформлением сайта, можно решить здесь. Шапка — это то, что наверху. Тут есть разные варианты с меню, без меню. Давайте оставим средний. Если у вас вообще не отображается меню, я расскажу об этом позже, когда будем говорить про меню. Название организации. Так, я решил делать сообщество любителей пользователей Stable Diffusion. Если вы не знаете, что такое Stable Diffusion вы не жили. Текст, естественно, я попросил написать чат GPT. Давайте выберем такое название и подзаголовок. Слишком длинный, но сейчас укоротим. Все равно длинный, но да ладно. Можно поменять цвет. Цвет описания — это подзаголовок. А цвет для лого — это название сайта. Теперь логотип. Так как речь идет о Stable Diffusion, логотип, естественно, я сгенерировал в Stable Diffusion. Вот такой вот милый персонаж неопределенной породы и пола. Так, логотип поменялся. Что еще? Еще у нас тут есть кнопка. Кнопка яркая, приметная. Логично на нее повесить что-то с наиболее значимой конверсией. Что для меня наиболее предпочтительно получить от посетителей сайта, в данный момент я развиваю группу по Stable Diffusion в Telegram. Ссылку на сообщество и повесим. И меню, кстати, можно поменьше сделать, чтобы кнопка еще больше выделялась. Ну а здесь, собственно, сама ссылка. Не забываем опубликовать. Все равно не работает, потому что мы не вышли из кастомайзера. Все. Работает. Дальше. Дальше тут есть еще дополнительная кнопка. Не знаю, насколько хорошо вешать две кнопки в шапку, но возможность такая в любом случае есть. Также текст и ссылка. Дальше боковая панель. Гамбургер. Она автоматически появляется на мобильных устройствах, когда экран сужается и пропадает верхнее меню. Но можно подключить его принудительно и на широком экране. По умолчанию в нем ничего нет. Нужно выбрать, что вы хотите показывать в боковой панели. Меню, поиск. Ну давайте все включим. Вот. Тут и соцсети, и поиск, и даже кнопка есть. Соцсети уберем и вторую кнопку отсюда уберем. Также можно включить ссылку на соцсети и поиск в шапке. Соцсети в данном случае уберем, а поиск оставим. Так, ну и переходим к оформлению главной страницы. К кастомайзеру мы еще будем периодически возвращаться. Главная страница тут — это просто страница. То, что она называется главная, тут ничего не значит. Можете назвать ее как угодно и выставлять в качестве главной любой страницу. Страница состоит из блоков. Это уже влияние Гутенберга и, собственно, причина, почему был так усложнен переезд на Кандинский 2.0. Разработчики ввели блочную систему в оформление, в том числе главной страницы. Вот. Это блок, который называется Обложка. Фотография в качестве фона и текст. Вот тут справа управление блоком. Вы можете удалить изображение и добавить собственное изображение. Какой милый, не знаю кто. Вот. Наш сайт преобразился. Он уже больше похож на сайт ProStableDiffusion. Картинка, как вы понимаете, сгенерировано в нем же. Может быть такое, что у вас на главной будет не поймите что. Такое бывает, если вы впервые ставите Кандинского на уже рабочий WordPress. И что там стоит в качестве главной — неизвестно. Или, например, насколько я помню, после установки WordPress по умолчанию ставится блок. В данном случае — новости. Тогда ваше главное может выглядеть вот так. Тогда вам нужно давайте все сначала зайти в страницы. Главная страница. И выбрать на главной — отображать статическую страницу. Он автоматически подтянул главную, ну точнее страницу с названием «главная». Но на самом деле вот здесь вы можете выбрать, какую страницу отображать на главной. Вот, например, будущее искусственного интеллекта. Вот так будет выглядеть ваш сайт. Но мы вернем существо неопределенного генеза. А в следующем видео разберемся с блоками на странице. Не думайте, что рассказав, как заменить изображение на обложке, я с блоками закончил. Это большая история, не на один урок.